Читает автор Часть вторая Детство Глава восьмая Облака Облака походили на большой овече стад И им не было числа Они спешили, обгоняли друг друга Меняли очертания, подгоняемые прохладным ветерком Дующим со стороны невидимого и двослышного близкого моря Смотри, Глент, смотри, верблюд Да нет, какой верблюд? Скорее, корова Точно, корова Только корова вверх тормашками Да нет, серьезно Ты только посмотри Вот рога, вот ноги, вот хвост А то, что ты принял за верблюжий горб Так это ее вымя Здорово, ведь и правда Корова Корова вверх тормашками Это ведь надо так догадаться Ой, смотри, Глент С коровой что-то происходит Вот, рога отвалились Отвалились и растаяли Да что, рога, погляди Вымя уже вон где Отдельно Да и похоже, это уже не вымя Это рыба какая-то Вовсе не рыба Посмотри внимательно Это же Цедрик, собака наших соседей Ха-ха, точно Цедрик такой же тощий И такой же глупый Ха-ха-ха Глент и Робин Лежа смотрят в небо Потерявшись в густом Дурманящем разноцветии Бесконечного лула Гленту пятнадцать лет Робину нет и одиннадцать Насмеявшись Они затихли Голубое небо Бегущие по нему барашки облака Буйство запахов и цветов Объявшего братьев луга Тихие вздохи близкого моря Будто растворились в них Расплескались безбрежьем Удивительного, радостного И светлого поколения Жизнь Если присмотреться Лук переполнен ею Она повсюду Вот кузночек Только что он безудержно И самозабвенно стрекотал Вдруг затих Замет Прячась за пожелтевшим листом Трудьяга муравей Спешит куда-то поднимаясь По длинному гладкому стеблю Свернул на лист Добежал до края И остановился Испуганно шевеля Сами Развернулся Выбежал на соседний лист Опять застыл На краю Пробежал ветерок Потревожил Погнул траву Согнул цветок Оторвал лепесток И подхватил его И унес Неведомо куда Руки братьев Затерявшиеся в траве Тянутся друг к другу И неожиданно соприкасаются Робин слонился Над братом Его лицо Так близко Большие черные глаза Блестят сотнями Радостных искорок Послушай, Глен Хочу сказать тебе Что-то очень важное Только прошу тебя Не смейся Быть может Я уже никогда Не осмелюсь На это Веснушитое лицо Робина Неожиданно стало печальным И многознательно серьезным Глен Не выдержав Хихикнул Малыш Был готов заплакать Ну пожалуйста Глен старательно Нахмурил брови И опустил в уголки губ Хорошо Больше не буду смеяться Говори Слушаю тебя Робин пристально Посмотрел на брата Потом отвернулся Вздохнул И проговорил В сторону моря Я Очень Очень тебя люблю Да-да Ты можешь подумать Что я говорю Как какая-нибудь девчонка И можешь хохотать Надо мной Ну и пусть И хохочи Я хочу Чтоб ты знал Что у меня Нет более Любимого И близкого Человека Чем ты Конечно После мамы И папы Да-да И мне Мне очень Очень хочется Чтоб мы всегда Были рядом Нет Не смотри Так Я знаю Что часто Бывают для тебя Обузы Но я скоро Вырасту Ты даже не успеешь Опомниться Как быстро Я вырасту И тогда мы повсюду Будем вместе Я хочу Я хочу помогать тебе Защищать тебя А если будет нужно Отдать за тебя Жизнь После этих слов Глен не смог Более сдерживать Распирающий его смех И повалившись Расхохотался На весь Луг Робин Накинул его Обиженным И гневным Взглядом Встал И попытался Уйти Но Глен тут же Ухватил Брата за ноги И вот уже Мальчуган Отчаянно Пытается Вырваться Из его Объятий Робин Ты что Обиделся А ну Смотреть в глаза Глаза В глаза Обиделся Теперь Точно вижу Что обиделся Ничего я не обиделся Скажешь тоже Пусти Пусти Говорю А вот и не пущу Пусти Не пущу Ах ты так Ну Держись Нога Робина Неожиданно Больно ударила По колену Глена Все Мое терпение Закончилось Придется Пойти На крайние Меры Тут кто-то Кажется Боится Щекотки Не ты Лероби Что-то Не слышу Ответа Ну Братишка Держись Нет Нет Только Не щекочи Не надо Кто Сказал Не надо Очень Даже Надо Ха Ой Ой Не могу Перестать Глен Ой Пере Эм Глен Похача Вцепившись Друг Друг Друга Братья Катаются По траве Разгоняя Кузнечика Кучел С головы До ног Покрываясь Разноцветным Цветочным Пальцом Наконец раскрасневшиеся, уставшие, они снова ложатся на спины И, тяжело дыша, вглядываются в проплывающие высоко над ними облака Тихо, куда-то в самую глубину неба, Глен неожиданно проговорил Я тоже очень люблю тебя, Робби От кого? От Яна Новака, Россия, Дальний Восток, Хабаровск Кому? Ульрике Новак, Финляндия, Ювескюле, 3 марта 1998 года Дорогая Ульрике, знала бы ты, как я по тебе скучаю Узнав историю твоего свадебного платья, я понял, каким невнимательным и бесчувственным человеком я был На самом деле, сразу, с самой первой нашей встречи, у меня возникло очень сильное чувство к тебе Но не знаю, по какой причине я вбил себе в голову, что совершенно не достоин тебя Я решил, что тебе с твоей образованностью и уточенностью нужен другой человек Оказывается, каким глупцом я был все три года нашего знакомства Знать бы мне тогда, что в твоем чемодане лежит приготовленное для свадьбы со мной платье Дорогая, я невероятно счастлив, что увидел тебя в этом платье Итак, я уже в Хабаровске Чтобы не потерять свежесть ощущений от моего первого знакомства с этим городом Спешу написать тебе свои первые впечатления Сегодня я гулял по этому городу целых полдня Если сказать в общем, для меня встреча с Россией стала больше неоживанностью Нежели тяжелым культурным шоком, который, как я уже узнал, обычно переживают многие приехавшие сюда европейцы Хабаровск – большой, вполне цивилизованный город Хотя во дворах иногда бывает трудно пройти из-за наваленного повсюду мусора Обнаружил еще одно неудобство На весь центр города построено лишь два общественных туалета, которые просто ужасны В целом же город весьма красив Он протянулся вдоль Амура, одной из самых полноводных рек России Берег реки украшает многокилометровая набережная С которой открываются виды на действительно необъятные, захватывающие дух речные просторы Улицы заполнены транспортом и людьми Так что, судя по всему, медведей здесь нет Вчера в аэропорту меня встретили Борис и Эля – веселые, энергичные люди, руководители христианского фонда, которым я буду служить волонтером три месяца Они были рады моему появлению, сказав, что я прилетел очень вовремя Потому что здесь, как никогда, много работы От них я узнал, что тысячи евреев проезжают сюда со всего Дальнего Востока от Байкала до Камчатки Чтобы совершить алию – репатриацию в Израиль Шесть дней в неделю из Хабаровска в Тель-Авив отправляется самолет, унося на своем борту 120-130 репатриантов ежедневно Перелет длится 15 часов За сутки до вылета местные христиане встречают евреев, размещают их в гостинице, а многочисленный багаж на специальном складе Каждый вечер в ресторане-гостинице они устраивают для отъезжающих еврейских семей особый прощальный вечер На следующий день в 6 часов утра автобусы увозят репатриантов из гостиницы в аэропорт А еще через 4 часа они вылетают самолетом в Тель-Авив Попрощавшись с ними, сотрудники фонда тут же спешат встречать новых людей, прибывающих в Хабаровск для следующего полета Так что жизнь здесь невероятно насыщена событиями И, как я понял, скучать мне не придется Единственное, о ком я буду очень скучать – о тебе В своем письме ты попросила писать тебе чаще Наверное, сейчас ты понимаешь, что это сделать мне будет очень нелегко Но я буду стараться Мое знание русского языка удивило Бориса Элли Они решили, что я смогу работать и общаться с людьми в России без переводчика Интересно, как это у меня получится? Также они сообщили мне, что я буду жить в квартире с приехавшим на три дня раньше меня волонтером из Швейцарии Поздно вечером Борис и Элли подвезли меня на машине к серому панельному пятиэтажному дому с полуразрушенными подъездами В одном из них на третьем этаже располагалась крошечная двухкомнатная квартирка с серыми низкими потолками Я понял, что здесь мне придется провести ближайшие три месяца в компании с уже приехавшим швейцарцем Он-то и открыл нам двери Моему будущему соседу было где-то за шестьдесят Небольшого роста, совершенно седой, с аккуратно подстриженной бородкой клинышком На его узких, почти детских плечах лежали широкие армейские подтяжки, придерживающие толстые велюровые брюки Поверх серой рубахи он повязал галстук-бабочку из черного бархата Вероятно, из-за представлявшейся ему особой торжественности встреч со мной С порога он улыбнулся мне ослепительно белыми зубами, представившись Доктор Луц Хови из Швейцарии Мы пожали друг другу руки Я новок, из Чехии Было очень поздно Борис и Эля не стали входить в квартиру и, попрощавшись, уехали Доктор Луц был явно настроен на долгое вечернее общение Но у меня для этого уже не было сил Я попросил у него прощения, сказав, что невероятно устал за 18 часов перелета Что завтра мы обязательно познакомимся с ним поближе Он, понимающий, кивнул и показал мне мою комнату В которой с трудом помещались кровать и небольшой шкаф для одежды Я быстро освободил чемодан, разложил вещи в шкафу Твой секретный пакет спрятал между одеждой И, как ты просила, совершенно о нем не вспоминаю Да, чуть не забыл Во время беседы с Борисом и Элей я рассказал о том, что партнеры из Австрии, отправившие меня в поездку на Дальний Восток И жертвующие свои финансы для помощи евреям из Биробиджана Хотели бы в качестве отчета иметь списки тех, кому была оказана эта помощь Борис Подумов сказал, что они могут передать партнерам имена, фамилии и возраст, получивших помощь Без указания их места жительства и паспортных данных, так как это запрещено законодательством Так что в ближайшее время постараюсь тебе отправить уже какую-то информацию Не знаю, для чего она тебе нужна Крепко обнимаю и целую Твой любящий муж Ян Твой любящий муж Ян